МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в этом выпуске. Без противогаза не зайти. Из года в год 40 жильцов общежития живут словно в газовой камере. Кто и чем кормит наших детей? Депутаты городской думы побывали на экскурсии в комбинате школьного питания. В Сургуте скоро начнут выдавать медицинские полисы нового образца. Старые будут действительно еще 2,5 года. Бутылки, старые тряпки и томик Джека Лондона. Сегодня специалисты отдела экологической безопасности обнаружили очередную незаконную свалку бытового мусора. Между поселком Пойма и объездной дорогой неизвестные оставили около 30 кубометров отходов. Специалисты отдела экологической безопасности заметили свалку мусора с объездной дороги во время очередного осмотра города. Она оказалась немаленькой, около 30 кубометров. Кто самовольно вывез сюда бытовые отходы, неизвестно. Мы напишем письмо в милицию общественной безопасности, чтобы они занялись, может, поиском преступников, ну, не преступников, а нарушителей, или здесь перегородили какую-то дорогу. Возможно, есть вероятность, что они сюда вернутся. В случае поимки правонарушителя максимальное наказание, которое ему грозит – штраф до 1000 рублей и ликвидация незаконной свалки за свой счет. Если поиски успехом не увенчаются, мусор вывезут за счет городского бюджета. Причем одна машина муниципалитету обойдется в 6000 рублей. А тут мусора минимум на три грузовика. Если будет выявлен нарушитель, то ликвидация свалки займет крайне короткие сроки. То есть ему будет выписано уведомление буквально о устранении в течение 10 дней. Ну, не более того. А в противном случае? В противном случае все будет зависеть от того, как быстро будет определен источник финансирования и кто будет убирать. Конкретные сроки сказать, к сожалению, нельзя. Жители близлежащих домов из поселка Пойма констатируют. Здесь мусор начали складировать с момента открытия объездной дороги. Неизвестные на грузовых машинах регулярно появляются в этих местах. Больше остальных страдают местные дети. Ну, ходят, выводим гулять туда, вывозим, садимся на машину, едем в город гулять. Где здесь гулять? Главная задача – как можно скорее убрать отходы. Это возможно только если оперативно найдут виновника. В противном случае свалка здесь и останется на неопределенное время, так как деньги на ее ликвидацию выделят из бюджета следующего года. Дмитрий Подлесной, Антон Мещенко, Сургут, Интерновости. 40 жителей общежития номер 10 на Садовом переулке бьют тревогу. Помещения, в которых они проживают, давно не соответствуют никаким нормам. Длительная переписка с администрацией города и управляющей компанией результаты не дает. Рамиль Нуреев побывал в гостях у обитателя общежития. Садовый переулок можно назвать городом контрастов. Многомиллионные особняки здесь соседствуют с полуразрушенным зданием общежития номер 10, сданного в эксплуатацию еще в далеком 65-м году. 15 семей, проживающих в этом строении, сталкиваются с огромным количеством проблем, которых со временем становится только больше. Стены на кухне, страшно зайти. Все это сыпется, они готовят, мы готовим. Все это сыпется в тарелки, в умывальниках, где моемся. То же самое, стены все сыпятся, щекотурка сыпается. Стираться негде абсолютно. Есть три раковины, в них и тазики стираются, получатся, моемся, и сами моемся. Вместо бани, короче. Жильцы писали жалобы в разные инстанции, но результата нет. Ответы департамента городского хозяйства оригинальностью не отличаются. Дом признан непригодным для жилья, на ремонт денег нет. И они все время рассматривают, чтобы их сносили. Сколько можно рассматривать? 5-10 лет, 15 лет можно рассматривать вопросы. Мы задыхаемся в этих домах уже, возможностей жить больше нет. Не зная, как еще достучаться до чиновников, люди в конце апреля отправили письмо главе города Дмитрию Попову. Может быть совпадение, а может и нет. Но через три недели в гости к жильцам общежития на Садовом наведались представители управляющей компании «Уют» и департамента городского хозяйства. Вот только и те, и другие, завидев съемочную группу, тут же ретировались. Как говорится, без комментариев. Между тем, жильцы продолжают утопать в канализационных стоках, которые ежегодно затапливают близлежащую территорию. Об ароматах и санитарной обстановке говорить не приходится. Люди находятся на грани отчаяния. Здесь детство болело от экологической болезни. Он прожил 15 лет в этой комнате и умер. И этого ждет и нас. Живут в зловонном общежитии дети. Самому маленькому в мае исполнилось 6 месяцев. Подрастающее поколение дышит неизвестно чем. Вот с такими детьми живем в таких условиях. Как и когда закончится мытарство, людей неизвестно. Представители приезжающей комиссии составили акт. Правда, его копию жильцам не оставили. Сейчас обитатели общежития, взяв пример с жителей поселка Юность, собираются писать обращение к губернатору округа. А вдруг Наталья Комарова во время своего очередного визита в Сургут заглянет в их скромное жилище. Рамиль Нуреев, Денизонов, Сургут Интерновости. Депутаты дома Сургута на фабрике кухня. Комбинат школьного питания пригласил народных избранников на ознакомительную экскурсию по предприятию. Вместе с депутатами за работой поваров наблюдала Ксения Битюгина. Экскурсия по комбинату школьного питания началась с демонстрации цехов предприятия мясного, овощного, кондитерского. Депутаты к осмотру помещений отнеслись более чем серьезно. В частности, Сергей Рябов со всей скуркулезностью подошел к знакомству с деятельностью предприятия. Калькуляционные карты есть у вас? Конечно. Вы подготовите, да, у нас калькуляционные? У нас есть. И технологическая карта? Все, конечно. Все есть, конечно. Два вопроса. Технологическая карта? Ага, подготовка. Депутата возмутила, что в овощном цехе специальные вакуумные упаковки предусмотрены не для всех видов овощей. У нас нет такой технических условий, у нас только на картофель пока есть. Ну, и мясо, и рыбу. Вакуумные рыбы. Вот это, конечно. А у нас нет необходимости вакуума. А вот, а вы говорите, что... Нам нет необходимости. А, это второе вопрос. Вы что-то все нас вот так вот хотите. Да. Мы рулим тоже. Случайно попавшая в ящик с сосисками бумажка и вовсе ввела народного избранника в замешательство. А что ж там Москва написано? Господи, это... Вы с мусором разводите, да? Вы не видите что-то наши сосиски сургутские? Это ж сургутские сосиски. Молочные. Ну, там вот бумажка лежала. Ну, бумажка отлетела. Ну, ведь мусор, говорят. Сергей Рябов говорит, несмотря на многочисленные провокационные вопросы, придираться к деятельности комбината у него и в мыслях не было. Цель посещения другая – познакомиться с работой предприятия и в случае необходимости оказать посильную помощь. Ехал сюда с хорошим настроением, и оно у меня остается таким же. Впечатление позитивное. Очень позитивное впечатление. Чувствуется, что коллектив рабочий, грамотный, профессиональный. Понравилось, что сразу заставили надеть бахилы и надеть халат. Первое впечатление очень хорошее. Ну, такое европейское производство, вот как будто на экскурсии в Европе, то же самое попадаешь и здесь. Сейчас, конечно, соберемся еще раз, встретимся и посмотрим те проблемы, которые мог бы решить депутатский корпус. Есть там масса проблем, на которые мы повлиять не можем, но если что-то мы смогли бы сделать, постараемся сделать. Сейчас комбинат школьного питания обеспечивает 48 образовательных учреждений города, а это более 30 тысяч учащихся. Кольцо песочное. Заднее, получается, норма 900 штук. Новое оборудование в кондитерском и мясном цехе. Упаковочная машина для производства полуфабрикатов. Огромные складские помещения. Но даже этого не хватает для полноценной работы. Депутаты к нам приходили, потому что, во-первых, они нового созыва депутаты. Посмотреть наш объект, фабрику кухни, это стратегически важный объект в городе Сургуте. Показали все и, конечно, пожаловаться, что нашей фабрике кухни уже 15 лет и ремонт, конечно, надо сделать. Ремонт кровли, новые инженерные сети. Это первое, на что обратят внимание депутаты нового созыва. Другая проблема – низкая заработная плата сотрудников предприятия. Молодых поваров и кондитеров привлечь сюда трудно. Работают в основном пенсионеры. На ближайших заседаниях Думы у депутатов появится новая тема для обсуждения. Ксения Битюгина, Евгений Истратов, Сургут Интерновости. Первые ласточки. В Сургутском государственном педуниверситете пятикурсники специальности журналистика защищают свои дипломные работы. По итогам будет принято решение, аккредитовывать специальность или нет. Только при положительном ответе на этот вопрос СургПУ получит полное право выдавать дипломы государственного образца. Подробности у Дмитрия Подлеснова. Пятый курс филологического факультета педуниверситета – специальность журналистика. 16 студентов защищают дипломные работы. Этого момента с нетерпением ждали и пятикурсники, и прежде всего профессорско-преподавательский состав. Удачная защита научно-исследовательских работ даст путевку в жизнь не только самим студентам, но и специальности журналистика в СургПУ. Получить аккредитацию имеет право ВУЗ только после того, как будет первый выпуск. Вот как раз этот первый выпуск, он еще и значим тем, что я надеюсь, что в ближайшее время мы получим аккредитационный документ. Экзаменовать сургутян приехал декан факультета журналистики Уральского госуниверситета Борис Лазовский. Уровень подготовки студентов оценивает положительно. Говорит, молодые журналисты нужны Югре, и в частности Сургуту. Местные власти, университет, они сами решили открывать эту специальность или не открывать, но, видимо, исходя из потребностей сегодняшнего сургутского медиарынка. Сургут получает в качестве специалистов-журналистов достаточно высоко квалифицированных, творческих, креативных, пишущих людей. Пять лет учебы, госэкзамены, преддипломная практика. Венцом обучения стала работа над дипломом. Я думаю, это было не столько страшно, сколько просто волнующе, потому что это ответственный период в моей жизни. Но я к этому готовилась. Полгода, как-никак, я писала этот диплом. Я знала, что меня ждет. Десять пятерок, шесть четверок – результат более чем достойный. Стопроцентное качество защиты дипломов станет хорошим подспорьем в выдаче аккредитации педуниверситету. Если вуз получит принципиальное «да», то уже в середине июня пятикурсники получат дипломы государственного образца. Дмитрий Подлесной, Антон Мищенко, Сургут Интерновости. Сургутский отряд «Норд» вернулся из Новгородской области. 16 поисковиков во время очередной вахты памяти обнаружили останки тел шестерых погибших солдат и два медальона, в одном из которых находилось послание. Для того, чтобы установить личности без вести пропавших солдат, поисковикам предстоит работа с документами в Центральном архиве Министерства обороны. Затем необходимо найти родственников погибших. За 9 лет работы нордовцы подняли останки 786 бойцов, из которых 11 были югорчанами. Нынешняя вахта памяти в Старорусский район Новгородской области уже десятая по счету. Два раза в год отряд проводят в лесу на раскопках. На счету Норда уже около 200 восстановленных судеб. Полисы обязательного медицинского страхования нового образца начнут выдавать в Сургуте в конце июня. Согласно поправкам к закону об ОМС, с 1 мая на госзнаке приступили к печати новых бланков. Пока же людям, желающим получить полис впервые, будут выдавать временное свидетельство, действительное в течение 30 рабочих дней. По их истечению страховые компании будут обязаны обменять эти свидетельства на полисы нового образца. Сведения о владельцах новых полисов, в том числе истории их болезней, поступят в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы понять, сколько народу. Во-вторых, чтобы не было дубликатов полисов и не тратились лишние деньги на лечение людей, которых раньше имелись полисы в разных субъектах федерации. И это очень нужно и важно для медицины. То есть понимать, сколько людей, какие у них заболевания. То есть полный персонифицированный учет будет. Согласно тем же поправкам к закону, теперь любой владелец полиса может обратиться за медицинской помощью на всей территории России. Кроме этого, действие всех полисов старого образца автоматически продлевается до 1 января 2014 года. То есть не нужно спешить обменивать их на новые, да и продлевать их больше нет необходимости. Также теперь можно самому выбирать, в какой поликлинике лечиться. Будет полис единого образца, который будет выдаваться вновь обратившимся. И при желании человек, который имеет полис старого образца, может обратиться в страховую компанию и поменять полис старого образца. Но это делать не обязательно, это по желанию. Потому что полисы старого образца действуют до 1 января 2014 года. И по ним на всей территории Российской Федерации человеку обязаны оказать медицинскую помощь. Обязаны. В Сургуте растет число заболеваний органов дыхания у детей. Об этом сегодня говорили на заседании Сургутского регионального отделения Союза педиатров России. По статистике, из каждых трех детей, которые обращаются к врачу, двое жалуются на респираторное заболевание. Участники совещания – врачи-педиатры, аллергологи и пульмонологи. Они проанализировали проявление нарушений органов дыхания, обсудили диагностику симптомов болезни, так как это неотъемлемая часть при постановке правильного диагноза ребенку. Сегодня мы вернемся к не менее актуальной проблеме. Это к проблеме аллергических заболеваний. В частности, наиболее из них серьезному – это бронхиальная астма. И я постараюсь вам представить материалы, касающиеся особенностей клинических проявлений и психологических особенностей данного заболевания в условиях нашего урбанизированного северного города. Красота и стиль, стремление к победе, смелость и креативность – эти качества характеризуют модельеров, принявших участие в конкурсе молодых дизайнеров «Фэшн-Арт», который прошел в Сургутском художественно-промышленном колледже. В этом году свои работы представили 100 модельеров из Югры и Екатеринбурга. Гран-при конкурса получила коллекция сургутянки Марии Голубицкой. В Сургуте в рамках юбилейных мероприятий проекта «60-я параллель» прошел четвертый региональный конкурс молодых дизайнеров «Фэшн-Арт». В этом году на участие в конкурсе было подано 100 заявок – в два раза больше, чем в прошлом. На создание коллекции начинающие модельеры потратили огромное количество времени и сил. Но как мы видим вот в эти конкурсные дни, что это здоровье и силы потрачены не зря. Мы видим лица этих участников, которые творчески горят, которые готовы сутками работать. И я думаю, что это для нас самая высокая оценка. Многие работы молодых дизайнеров достоились высоких оценок. Вид костюмов поражал воображение, сочетание несочетаемого, использование этнических мотивов. Даже некоторые материалы были изготовлены вручную. Но больше всех зрителей и членов жюри покорила коллекция «Меканикл Энималс» – номинация «Сценический костюм». Эта работа была отмечена жюри как самое яркое событие конкурса. Награждается коллекция «Меканикл Энималс» – голубицкая Мария. Марии вручили уникальную награду – стеклянного щегла. Приз Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. Такая награда вручается только победителям полуфинала конкурса «Русский стиль». В то время как фэшн-арт является четвертьфиналом. Для участия в следующем этапе молодому модельеру придется создать еще две модели для своей коллекции. Таковы условия. Хотелось бы помочь тем, кто выстреливает, кто проявляет интересный креативный подход. Мы очень многих замечаем. И самая, наверное, для нас главная возможность, которую мы можем предоставить участникам – это их пригласить в Санкт-Петербург, пригласить на стажировки, дать им возможность учиться дальше. Павел Желтов, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Звездная капель в Сургуте. Сегодня прошел гала-концерт в фестивале детского творчества. В этом году в нем приняли участие около тысячи малышей из 50 дошкольных образовательных учреждений города. Юлия Дорошенко побывала на награждении победителей. Фестиваль детского творчества «Звездная капель» проводится в Сургуте в седьмой раз. На гала-концерте на суд зрителя представили 13 лучших номеров. Я сперва належала, сложив спокойно лапки. Как видно, будет замочено. Понравилась царапка. В финальный тур у нас вышли 53 номера, из которых, конечно, было жюри очень сложно отбирать номера. Но, тем не менее, мы справились с этой задачей. И сегодня в гала-концерте будут представлены самые яркие номера, самые достойные. В этом году приоритетные темы фестиваля «Космос» и «80-летие Югры». Победителей назвали в семи номинациях. Вокальное исполнение, хореография, инструментальное исполнение, оригинальный жанр, художественное слово, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. Дошкольники всегда поражают яркостью, эмоциональностью, красотой. Но такое богатство уже жанров, и так дети умеют вести себя на сцене, просто, знаете, как настоящие артисты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Особенно тепло зрители встретили группу «Солнечные зайчики». Воспитанники детского сада «Буровичок» с хореографическим номером «Маскарад на цветной луне» выиграли в номинации «Оригинальный жанр». Сургутские малыши еще никогда не представляли наш город на всероссийских фестивалях. Но организаторы и сами маленькие участники надеются, что скоро им такая возможность предоставится. Юлия Дорошенко, Андрей Булатов. Сургут. Интерновости. Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска начинает формирование команды на следующий сезон. Уже точно не будет в составе «Мамонтов» защитника Михаила Тюляпкина, который перешел в Нижегородское торпедо. Филипп Метлюк и Денис Тюрин примерят форму новокузнецкого металлурга. В Магнитогорске продолжат карьеру Михаил Яковлев и Дмитрий Алтарев. Кирилл Петров вернулся в Акбарс. Наставник «Югры» Сергей Шепелев полностью сохранил вратарскую линию в лице Эдгара Масальскиса, Михаила Бирюкова и Константина Чищухина. На сегодняшний день имеют действующие контракты с клубом Евгений Хвостов, Игорь Скороходов и Артем Булянский. Руководство команды предполагает, что в межсезонье Ханты-Мансийскую «Югру» пополнит порядка 10 новичков. В Сургуте прошло первенство «Югры» по баскетболу среди девушек 99-го года рождения. Призовые места по круговой системе оспаривали шесть команд из Нижневартовска, Нефтьюганска, Нягани, Мегиона и две из Сургута. Специалисты отдавали предпочтение сборной Нижневартовска, но вартовчанки заняли только второе место, потерпев единственное поражение от победителя первенства команды «Сургут-1» 20-34. Бронза у девушек из Мегиона. По итогам соревнования будет сформирована сборная округа, которая представит «Югру» на зональном первенстве России в октябре. На зональном первенстве России и там уже старший тренер определяет сборную команды Ханты-Мансийского округа. Но основные дети будут участвовать чемпионы, кто выиграл эти соревнования. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Китрой. Больше покупай. Выгодная акция в салоне мужской одежды «Китрой». Купи три вещи до 10 июня и получи скидки. На первую вещь – 10%. На вторую – 20%. На третью – 30%. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 14 мая в студии Вероника Южная. Обширный циклон в предстоящей сутке по-прежнему будет оказывать влияние на погоду в Западной Сибири. Завтра в регионе сохранятся значительные облачные поля, возможны дожди, местами с мокрым снегом. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями кратковременный снег. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, минус 4. Утром преимущественно облачно, без существенных осадков. На столбиках термометров около нуля. Днем переменная облачность, небольшие осадки. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура 3,8 градусов тепла. Карапуз. Самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Сеть магазинов Карапуз предлагает самый широкий ассортимент универсальных автокресел для детей от рождения до 12 лет. Позаботьтесь о безопасности вашего ребенка. 14 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление немного повысится и составит 750 мм фортутного столба. Вместительные шкафы-купе, современные гардеробные, уютные кухни, яркие детские. Сроки изготовления 3-5 дней. Внимание! С 10 по 30 мая скидка 40%. Фабрика комфорта. Новые идеи совершенства. До 30 мая скидка 40%. Фабрика комфорта. Новые идеи совершенства. От Свердловска до Крайнего Севера. Единственный представитель Саламандер. Фирменные салоны Саламандер. В торговых центрах Кристалл, Новый мир, Зайди купи, Грант и Гипермаркет Богатырь. Представлены известные мировые бренды обуви Саламандер, Рикер, Хрёгель, Габер, Петер Кайзер. Цены от производителей. Я желаю вам удачно провести выходные. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин